Секрет рекомпозиции Рекомпозиция тела это долгий процесс перестройки тела в основе которого лежит желание одновременно набрать мышечную массу и сжечь жировую Невозможно осуществить рекомпозицию тела без правильного подхода к питанию и тренировкам Возникает вопрос, можно ли превратить жир в мышцы? Такой процесс невозможен, но вполне реален Набор мышечной массы и сжигание жира одновременно Хотя это противоречит вашим энергетическим потребностям Наращивание мышц требует избытка калорий, а сжигание жира их дефицита Ничто так не заставляет людей приходить в спортзал и принимать добавки как стремление нарастить мышечную массу и сжечь жир То есть добиться рекомпозиции тела Как любят называть этот процесс специалисты Рекомпозиция тела это весьма долгий и непростой процесс перестройки тела в основе которого лежит стремление одновременно увеличить количество мышечной массы тела и уменьшение жировой зачастую которое невозможно осуществить не соблюдая строгих правил в расчете калорий и количестве тренировок Главное, что нужно знать наращивание мышц и сжигание Это два противоположных процесса с точки зрения энергетики нашего организма Наращивание мышц требует избытка калорий а сжигание жира их дефицита Без правильного подхода попытка осуществить эти действия одновременно может привести к нежелательным последствиям Все говорят, чтобы избавиться от жира необходимо делать определенные упражнения Правильно, питаться и принимать добавки Не так ли? Вы можете сжигать жир, сохраняя мышечную массу Так можно ли одновременно наращивать мышцы и избавляться от жира? Что ж, у меня есть новости Хорошие и плохие Хорошие, да, терять жир и одновременно наращивать мышцы возможно Плохая это возможно только при определенных условиях Очень плохая Большинство советов о том, как худеть, чтобы уходил жир, а не мышцы, никуда не годятся Да, те гуру, которые клянутся, что знают секрет набора мышечной массы почти всегда несут чушь И я могу это доказать В этом видео мы поговорим о том, как организм на самом деле наращивает мышцы и избавляется от жира А затем посмотрим, что для этого нужно делать Давайте начнем с набора мышечной массы В физиологии мышечного роста ежедневно в ваших мышцах протекает два жизненно важных процесса Синтез белков и разрушение белков Разрушение белков означает их распад на более мелкие компоненты, пептиды и аминокислоты Синтез белков означает их новое создание, а также их более мелких составляющих Когда вы здоровы и ваша диета в порядке, мышечная ткань остается в довольно стабильном состоянии То есть уровень синтеза и распада более или менее сбалансировано И вы теряете и не набираете значительный объем мышц в повседневной жизни Строго говоря, вы теряете мышечную массу по мере старения Но суть процесса вы поняли Для того, чтобы с течением времени мышцы росли, уровень синтеза белка должен превышать уровень его распада Это означает, что организм должен производить больше белка, чем теряет И тогда рост немного повышается Тогда что делать, чтобы темпы синтеза белка превышали темпы распада? Вы должны предпринимать определенные действия с целью запуска и поддержания этого процесса В мышцах проходит довольно активный обмен веществ, метаболизм Требующий довольно много энергии, чтобы его поддерживать Без этого мышцы не будут расти И главное, что вы должны здесь сделать Это, конечно, тренировать мышцы Силовые тренировки повреждают мышечные клетки Что дает сигнал организму увеличить синтез белка для восстановления мышечной ткани Восстанавливая мышцы, организм приводит их в прежнее состояние Он стремится адаптироваться к новым раздражителям, тренировкам И производит новые мышечные клетки Увеличивая размер и силу мышц Исследования показывают, что прогрессивная перегрузка является главным условием мышечного роста А что такое прогрессивная перегрузка? Спросите вы Это постепенное увеличение уровня напряженности мышечных волокон Когда вы систематически даете мышцам все большую и большую нагрузку Они постоянно к ней адаптируются Становясь больше и сильнее Как настоящий тяжелый атлет Вы должны становиться сильнее, если хотите стать больше Конечно, мышцы смогут стать сильнее без увеличения в размере Благодаря повышению нейромышечной активности Но наступит момент, когда потребуется больше мышечных волокон Чтобы достичь целей ваших тренировок Пампинг это здорово И он может быть включен в программу тренировок Но высокий диапазон повторений и изматывающие сеты Никогда не должны быть в центре внимания Такой тренинг значительно увеличивает метаболический стресс Который способствует росту мышц Но не так сильно Как это делает прогрессивная перегрузка Поэтому самые большие атлеты в зале Как правило, также и самые сильные И поэтому те, кто гонится за пампингом Делая суперсеты, дропсеты, гигантские сеты и так далее Не обладают такими же физическими данными Вашей главной целью в тренировках Должна стать постоянное наращивание рабочего веса Если вы не будете этого делать То не получите преимущества Которые дают прогрессивная перегрузка И наберете маленькую мышечную массу Тяжелые тренировки и прогрессивная перегрузка Не гарантируют мышечный рост Потому что вы также должны правильно питаться Вы наверное слышали, что нужно много есть Чтобы стать больше И в этом есть доля истины Вы должны потреблять достаточное количество белка Что создает основу для роста мышечной ткани А также потреблять достаточное количество калорий Что гарантирует максимально эффективный синтез белка Однако, прежде чем мы поговорим о диете Давайте рассмотрим другую сторону рекомпозиции Тело, а именно сжигание жира Избавиться от жира проще, чем вы предполагали Не стоит зацикливаться на диете Не нужно избегать углеводов Да, и на самом деле Любых других продуктов питания Не следует съедать строго определенное количество порций еды в день По расписанию Не стоит пытаться манипулировать гормонами Для того, чтобы избежать ошибок при потере веса Нужно как следует понять механику этого процесса Как правильно сжигать жир Первым и самым главным механизмом является энергетический баланс Это означает отношение между энергией Которую вы даете организму через пищу И энергией, которая расходуется на клеточную и физическую активность Такое отношение часто измеряется в килокалориях Как показывают проведенные за последние 100 лет испытания Относительно потери веса Истина заключается в следующем Вы должны расходовать больше энергии, чем потребляете Возможно, вы все это слышали раньше И если вы разочарованы, то позвольте мне объяснить Как правильно сжигать жир, а не мышцы Когда вы едите пищу, вы даете организму Относительно большое количество энергии За короткий промежуток времени Часть этой энергии он сжигает, а часть запасает в виде жира Для дальнейшего использования По научному этот процесс поглощения питательных веществ Называется постпронзиальный Пост означает после А пронзиальный, имеющий отношение к еде В этом постпронзиальном состоянии сжигания жира не происходит Поскольку организм находится в режиме сохранения жировых отложений Причина этого проста Зачем организму сжигать жир для производства энергии Если вы ему ее предоставили в необходимом количестве И даже больше В итоге организм завершает переваривание и всасывание пищи Что занимает несколько часов А затем переходит в состояние, которое ученые называют постабсортивным Энергия, полученная с пищи, закончилась Но функционирование организма должно продолжаться Что может сделать организм для удовлетворения своих потребностей в энергии? Правильно, он может сжигать жир Тело должно теперь перейти в режим жиросжигания Чтобы работать, пока оно ждет следующего приема пищи Ежедневно ваш организм переходит из постпрандиального Постабсортивное состояние И обратно запасая и сжигая жир Для избавления от значительных запасов жира Требуется расходовать больше энергии, чем вы получаете Неважно, сколько нечистых продуктов и когда вы съели Ваш метаболизм работает согласно первому закону термодинамики А это означает, что запасы жира и энергия не могут быть увеличены без предоставления избытка энергии И не могут быть снижены без ограничения ее потребления Создавая тем самым энергетический дефицит Вот почему исследования показывают, что результатом низкокалорийных диет Становится клинически значимая потеря веса Независимо от того, на каких макронутриентах они основываются Поэтому профессор Марк Хаб смог сбросить 12 кг Сидя на диете из протеиновых коктейлей, тортов, печенья, чипсов и пирожных Когда речь заходит о простом избавлении от лишних килограммов Калории остаются калориями Организм расходует определенное количество энергии И если вы ее даете ему меньше, чем нужно То у него не остается другого выбора Кроме как продолжать сжигать жир для поддержания жизнедеятельности Что если вы хотите избавиться от жира, но не от мышечной массы? В таком случае калории перестают быть просто калориями Одни типы калорий здесь становятся важнее других Когда вы сокращаете количество потребляемых калорий Чтобы избавиться от жира, убедитесь, что потребляете достаточное количество белка Исследования показывают, что при уменьшении калорий Диеты с высоким содержанием белка более эффективны в снижении жировых отложений А также эти диеты помогают сохранить мышцы и усиливают чувство сытости В каком количестве следует потреблять белки? Специальные государственные учреждения рекомендуют 0,8 грамма на килограмм веса тела Но исследования показывают, что если удвоить или утроить это количество То этого будет недостаточно, чтобы сохранить мышечную массу во время диеты Вместо этого я предпочитаю следовать советам ученых Оксфордского университета Вот к какому заключению они пришли Потребность белки для атлетов, занимающихся силовыми тренировками, находящихся на диете Составит примерно от 2,3 до 3,1 грамма на килограмм веса Масса тела без жировых отложений и увеличится в зависимости от строгости диеты и прироста мышечной массы Проще говоря, я рекомендую потреблять от 2 до 2,4 грамма на килограмм Веса тела при ограничении калорий с целью избавиться от жира Если у вас много жировых отложений, мужчина с 20% плюс жира или женщина с 30% плюс жира То можете снизить это количество до 0,8 грамма на килограмм веса И все будет в порядке Итак, теперь вы знаете, каким образом организм строит мышечную массу, а также запасает и сжигает жир Давайте посмотрим, что происходит, когда эти два процесса протекают одновременно Вокруг одновременного набора мышечной массы и сжигания жира ведется много разговоров Люди продают таблетки, порошки, программы, основанные на суперсекретных технологиях Скептики говорят, что это вообще невозможно Истина, однако, где-то посередине Некоторые могут достичь рекомпозиции, некоторые нет Главными определяющими факторами являются уровень подготовки и опыт атлета Вот два общих принципа Если вы новичок в силовых тренировках или заново к ним приступаете после перерыва То вы не должны испытывать проблем с одновременным набором мышечной массы и сжиганием жира Если вы тренируетесь по меньшей мере в течение 6-8 месяцев без больших перерывов То, вероятно, не сможете достичь рекомпозиции Исключением является тем, кто тренировался в течение определенного времени Но не делал акцент на базовые упражнения с тяжелым весом Они, скорее всего, к подобным новичкам, будут быстро прогрессировать Вначале, включая мышечный рост при дефиците калорий Почему? Такие правила, спросите вы Почему любой не может достичь успеха в рекомпозиции тела, независимо от обстоятельств? Потому что с точки зрения физиологии между избавлением от жира и мышечным ростом Есть непримиримое расхождение Их взаимная несовместимость проистекает от их отношения к энергетическому балансу организма Когда в организме отрицательный энергетический баланс, дефицит калорий Это уменьшает жировую массу Но также появляется нежелательный побольше эффект Снижается способность организма синтезировать белки Вы теряете мышечную массу Когда находитесь на диете с целью сжечь жир Организм не способен синтезировать достаточного белка Чтобы сбалансировать процессы его образования и распада Таким образом, если ваша цель заключается в максимальном мышечном росте Убедитесь, что вы не испытываете дефицит калорий И поскольку невозможно точно определить суточный расход энергии То атлеты, желающие набрать мышечную массу Намеренно завышают энергетические потребности организма Поддерживая таким образом небольшой излишек энергии Таково научное обоснование Утверждение о том, что следует больше есть, чтобы стать больше Хотя вернее будет сказать, что вы должны потреблять намного больше энергии Чем расходуете, чтобы стать больше Это создает основу для мышечного роста Вот почему так трудно сжигать жир и набирать мышечную массу одновременно Вы ограничиваете калории и теряете жир Но вместе с этим ограничиваете способность организма наращивать и восстанавливать мышечную ткань Вы уже, наверное, поняли Наращивание мышечной массы при дефиците калорий Требует очень высокого уровня синтеза белка Или очень низкого уровня его распада Либо и того, и другого одновременно Короче говоря, все, что вы сможете сделать Для увеличения способности организма синтезировать белок И для уменьшения уровня его распада Здорово вам поможет В стремлении к рекомпозиции Вот почему новички, либо те, кто возобновляет тренировки Могут так успешно избавляться от жира и наращивать мышцы Их тела гиперотзывы тренировкам И это превышает ограничение на синтез белка Который докладывает дефицит калорий Со временем эти привилегии Новичка сходят на нет Однако и ограничения на синтез становятся Все больше и больше Пока, наконец, не станут непреодолимыми Вы просто не сможете стимулировать синтез и тормозить распад Поддерживая баланс, необходимый для мышечного роста Вот почему целью опытных тяжелоатлетов является поддержание мышц и силы во время сжигания жира А не их увеличение Итак, мы полностью охватили теорию рекомпозиции тела Теперь давайте перейдем к практике и поговорим о том, что вы должны делать для ее достижения Поддерживайте умеренный дефицит калорий Это основа рекомпозиции тела Как худеть, чтобы уходил жир, а не мышцы? У вас должен быть дефицит калорий, чтобы избавиться от жира Но не следует есть настолько мало, чтобы ускорилась потеря мышечной массы Вместо этого вам необходимо поддерживать умеренный 20-25% дефицит калорий Что позволит быстро избавляться от жира при сохранении мышечной массы Для поддержания ежедневного дефицита калорий около 20% Если вы тренируете от 4 до 6 часов в неделю 2,4 грамма белков на килограмм массы тела в день 2 грамма углеводов на килограмм массы тела в день И 0,4 грамма жира на килограмм массы тела в день Это хорошая отправная точка для большинства людей Но она может быть скорректирована, если вы тренируете более 4-6 часов в неделю Либо если вы достаточно худая женщина, вам возможно потребуется сократить углеводы до 1,5 грамма на килограмм Увеличить жиры до 0,5 грамма на килограмм Как только вы определите для себя эти цифры, составьте свою ежедневную программу питания Делайте упор на базовые упражнения Идея, что с помощью изолирующих упражнений и высокого диапазона повторения Вы достигнете максимально возможного эффекта Является мифом, который пропагандируется многими атлетами Избавляясь от жировых отложений, вы будете выглядеть рельефно Один стиль тренировок не дает большую дефиницию, чем другой Когда вы испытываете дефицит калорий, вы должны поступать прямо противоположно тому, о чем говорят многие люди Вам необходимо делать акцент на тяжелых базовых упражнениях Особенно если вы хотите набрать мышечную массу и сжечь жир Вы должны выполнять приседания, становую тягу, армейский жим и жим лежа каждую неделю А также должны делать большую часть работы с весом, составляющим от 80 до 85% от вашего одноповторного максимума От 4 до 6 или от 5 до 7 повторениях Это ключевой тип тренировок для натуральных атлетов, желающих увеличить мышечную массу и силу Главный секрет эффективности высокого диапазона повторений и высокообъемного тренинга О котором говорят фитнес-модели применения, химии и точка Если вы, будучи натуральным бодибилдером, пойдете таким путем, то не достигнете своих целей Вы не должны делать кардио, если хотите набрать массу Но в определенный момент у вас не остается другого выбора, кроме как включить кардиотренировку в свою программу В конце концов, вам просто будет необходимо расходовать больше энергии каждую неделю, чтобы продолжать сжигать жир Так как силовые тренировки вы можете выполнять лишь в определенном объеме Иначе не избежите перетренированности Когда этот момент настанет, не стоит начинать выполнять обычные низкоинтенсивные кардиотренировки В течение 1-2 часов, 5-7 дней в неделю Конечно, это расходует энергию и помогает избавиться от жира Но это также уменьшает мышечную массу Вместо этого выполняйте короткие 20-25 минутные высокоинтенсивные тренировки Сжигают больше жира, а также лучше сохраняют мышцы и силу, чем длительные кардиотренировки низкой интенсивности Существует не так много коротких путей к здоровью и хорошей физической форме Высыпайтесь Этот момент часто упускается из виду Однако является крайне важным для набора мышечной массы и сжигания жира Если не высыпаться в течение недели, то это будет достаточно для снижения уровня тестостерона Гормона роста и инсулиноподобного фактора роста Которые играют важную роль в наборе и поддержании мышечной массы и сжигания жира Количество сна необходимого у человека варьируется Но Национальный фонд сна США рекомендует взрослому человеку спать от 7 до 9 часов в ночное время Чтобы избежать последствий недосыпания Принимайте правильные добавки для снижения жира Я говорю о добавках в последнюю очередь Потому что принимать их имеет смысл только если вы придерживаетесь диеты Тренируетесь и высыпаетесь И скажу для ясности Вам не нужны добавки, чтобы достичь рекомпозиции тела Но они помогут вам в ее достижении, если их правильно подобрать В частности, вы должны достичь трех вещей с помощью добавок Вы должны поддерживать интенсивность тренировок Что поможет сохранить мышцы и силу Вы должны улучшать способность организма сохранять и наращивать мышечную массу и силу Вы должны сжигать жир максимально быстро Что минимизирует количество времени пребывания в условиях дефицита калорий К счастью, есть несколько безопасных натуральных добавок, которые помогают достичь каждую из этих целей Первое, что нужно, это добавка для восстановления после тренировок Которая содержит два ингредиента, помогающие достичь рекомпозиции тела Креатин Соединение двух аминокислот Креатин синтезируется в организме человека А также его источником служит пища Это самая изученная добавка в мире спортивного питания И доказательства ее эффективности очевидны Она помогает наращивать мышцы и силу даже при дефиците калорий А также уменьшает мышечные повреждения и воспаления, возникающие после тренировок Вывод Если вы занимаетесь силовыми тренировками, вы должны принимать креатин Креатин – это вещество, состоящее из знаминокислот, лизина и метионина И участвующее в производстве клеточной энергии Исследования показывают, что креатиновые добавки уменьшают повреждения мышц И болезненные ощущения, которые появляются после тренировок А также улучшают мышечные восстановления Номер два Для рекомпозиции тела – это несодержащий кофеинный жиросжигатель Который помогает избавиться от жира Тремя разными способами Резко повышает скорость метаболизма Усиливает действие жиросжигающих веществ, образующихся в организме Усиливает чувство сытости Это достигается с помощью эффективных дозировок Кроме того, безкофеиновая формула означает, что вы сможете продолжать пить кофе И свои любимые предтренировочные напитки, содержащие кофеин Вывод очевиден Сочетание с правильным питанием Жиросжигающая добавка поможет быстрее избавиться от жира Добавка номер три Для рекомпозиции тела Предтренировочный напиток, содержащий клинически эффективную дозировку Из семи ингредиентов Действие которых выражается в повышении уровня энергии Улучшение внимания, а также увеличение работоспособности Чем лучше вы сможете поддерживать интенсивность тренировок во время диеты Тем лучше сможете поддерживать мышцы и силу Все очень просто Кроме того, стоит отметить, что кофеин напрямую помогает сжигать больше жира А также усиливает жиросжигающий эффект Теперь вы знаете все об одновременном наращивании мышечной массы и сжигании жира Это не так таинственно и сложно Как многие знатоки вам говорят И нет никаких трюков и хитростей, чтобы этого достичь Поддерживайте умеренный дефицит калорий Потребляйте много белка Усердно тренируйтесь Занимайтесь функциональными интенсивными тренировками Принимайте правильные добавки И результат обязательно будет Каково ваше мнение о рекомпозиции тела Хотите им поделиться Оставляйте свои комментарии под видео Понравилось видео Ставь лайк Подпишись на канал До новых встреч, друзья Субтитры сделал DimaTorzok